МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. В единый день голосования 13 сентября в Чувашии будет избран не только глава Республики, но и главы и депутаты муниципальных образований. Чтобы определить для участия в избирательной кампании наиболее подготовленных кандидатов, Единая Россия в обязательном порядке проводит внутрипартийное голосование по отбору кандидатов. Будущие кандидаты в депутаты Чебоксарского городского собрания от партии Единая Россия будут отбираться по модели номер один. Она дает право голосовать всем избирателям города Чебоксары за того или иного кандидата по своему округу. Кандидатами в депутаты остальных муниципальных образований Республики станут победители предварительного внутрипартийного голосования, которых поддержат выборщики из числа членов партии. Каждый, кто старше 18 лет и готов попробовать свои силы в праймерис, могут подать заявку на участие до 4 апреля. Я хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что любой желающий сегодня, даже не являясь членом партии Единой России, может принять участие в предварительном голосовании. Я хочу заверить, еще раз сказать, что если этот кандидат наберет наибольшее количество голосов в преддверии основных выборов в рамках предварительного голосования, то, поверьте, никто нам не позволит ни Центральный исполнительный комитет, ни высшее руководство партии игнорировать этими цифрами, этим фактами. Мы будем обязаны эту кандидатуру выставить. Единым днем предварительного голосования назначено 24 мая. По всей Республике будут работать как минимум 30% всех существующих избирательных участков. Процесс выборов максимально приближен к тому, что пройдет 13 сентября. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Пензе проходит заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. Участие в нем принимает и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Обсуждается перспектива развития рынка жилищного строительства в регионах округа. С места событий с нами связался наш корреспондент Дмитрий Ковалев. В регионах Поволжья в прошлом году было построено более 17 миллионов квадратных метров жилья. Полномочный представитель президента страны Михаил Бабич отметил, что это неплохой показатель. Снижать эту планку недопустимо, субъекты ПФО должны наращивать объемы. Лидером по воду жилья на одного человека признали Чувашскую республику. Перед регионами округа ставят задачу строить больше домов экономического класса. В этом году только в Чувашии планируют возрести более 400 тысяч квадратных метров такого жилья. Затронули на Совете и тему обманутых дольщиков. Эту проблему в регионах Поволжья рассчитывают решить уже через три года. Но для поддержки строительной отрасли необходимы законодательные инициативы. В регионах надеются и на средства федерального бюджета. Первоочередная задача – снизить себестоимость одного квадратного метра. Все предложения участники Совета вынесли на рассмотрение федерального центра. Медрих Валев, республика из города Пенза. Канаж стал одним из пяти российских городов, которые в этом году получат материальную поддержку для развития социально-экономической отрасли и снижение монозависимости от градообразующих предприятий. Соответствующее соглашение уже подписано. Канаж – второй город программы 2015 года, соглашение с которым уже подписано. В его рамках республиканскому бюджету будет выделено более 600 миллионов рублей. Они пойдут на развитие инженерной инфраструктуры и дорог, а также реализацию новых инвестиционных проектов. Люди увидят, что будет меняться облик города, и город железнодорожников не только будет сохраняться, он будет подниматься на другой уровень культуры. Вот это как раз самые значимые показатели. Российским фондом развития моногородов была проделана кропотливая работа по отбору регионов участников в программе. Его представители не раз выезжали в Канаж. Тесное сотрудничество органов исполнительной власти Чувашии и фонда дало результат. Договор подписан в короткие сроки. Для нас важно не просто потратить деньги и не просто создать инфраструктуру. Для нас важно, чтобы действительно, как сказал Михаил Васильевич, чтобы Канаж ожил, чтобы действительно появилась среда. И вот если мы говорим о новых рабочих местах, то на сегодняшний день уровень безработицы таков, что рабочих мест, вернее людей, ищущих в таком объеме работу, их нет. И Канаж должен будет их привлекать с других территорий. Шесть городов Чувашии были заявлены на участие в программе поддержки моногородов. В перспективе они смогут получить дополнительные денежные средства, если пройдут конкурсный отбор. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. На биологических очистных сооружениях в Новочебоксарске запустили новое оборудование. Так называемые воздуходувки имеют большое значение для очистки стоков. Об этом в следующем сюжете. Биологические очистные сооружения для обеспечения жизнедеятельности столицы Чуваша и ее города-спутника построили в 1967 году. Сюда приходят все канализационные стоки из двух городов. И прежде чем они попадут в Волгу, им предстоит несколько стадий очистки. Одна из них биологическая. На этом этапе сточные воды в специальных им костях, аэротенках взаимодействуют с активным илом. Это комплекс микроорганизмов, которые питаются загрязняющими веществами. Как и все живое, бактерии не могут без кислорода. Чем его больше, тем лучше себя чувствуют микроорганизмы. Для обогащения стоков кислородом и служат воздуходувки. Бактерии представляют собой биоценоз микроорганизмов, которые способны накапливать в своей поверхности и окислять загрязняющие вещества, находящиеся в сточной воде. И как любой микроорганизм, они нуждаются в кислороде. Таким образом, подача воздуха в аэротенке решает ряд проблем. Такие как перемешивание сточных вод, далее насыщение кислородом, удаление продуктов метаболизма. Воздуходувки на БОС работают с момента запуска очистных. Сейчас в здании воздуховодно-насосной станции находятся три поколения воздуходувок. Вот самые старые, они же самые большие по размеру, занимают два этажа. На данный момент их уже не используют, они находятся в резерве. Но когда эти воздуходувки функционировали, в помещении было так шумно, что без специальных средств защиты находиться рядом было очень сложно. В 2013 году на биологических очистных заработали новые воздуходувки. Куда более компактные и менее шумные. Мощность этого оборудования при той же самой производительности уменьшена на порядка 180 киловатт. Годовой эффект от применения нового оборудования составляет порядка 4 миллионов рублей. Буквально неделю назад здесь запустили третье поколение воздуходувных машин. Это компактное оборудование позволяет сильно обогащать воздух кислородом. Что положительно сказывается на используемых в очистке бактериях, а значит и на частоте стоков, которые в итоге попадают в нашу Волгу. Специалисты отмечают, объем сточных вод, который приходит на БОС за сутки, за последнее время особо не изменился. А вот концентрация загрязняющих веществ серьезно выросла. А значит, чтобы сохранить природу, новое оборудование мера очень нужная. Центральный банк России принял решение об увеличении стоимости полиса ОСАГО в ряде субъектов Российской Федерации. С 1 апреля в Чувашии повышается региональный коэффициент. А с 12 апреля увеличится и стоимость базовой ставки на 40-60%. Подробности далее. В Чебоксарах региональный коэффициент теперь составит 1,7. В Новочебоксарске 1,2. В Канаше 1,1. В других населенных пунктах он будет сосовлет 0,8. Повышение коснулось и наших соседей по Приволжскому федеральному округу. В Центробанке России рост цены объяснили увеличением лимита по страховым выплатам, а также девальвацией рубля. Еще таким образом планируется нормализовать продажу полисов. Страховые компании обязали перевести свои офисы из отдаленных населенных пунктов в более удобные. В пресс-релизе Банка России отмечено, что взамен автовладельцев ждет увеличение страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью и новый порядок возмещения расходов на восстановление здоровья потерпевшего. В ЧГУ имени Ульянова вспоминали выдающегося деятеля чувашской литературы Николая Дедушкина. Ученый, педагог, литературовед и критик родился ровно сто лет назад. Николай Степанович Дедушкин родился в селе Ольшеево Буинского района Республики Татарстан. Интерес к преподаванию литературе был еще с молодых лет. В 1940 году Николай был призван в армию, а потом началась война. Воевал не только с оружием, но и с карандашом и блокнотом. Регулярно публиковал статьи, очерки о героизме и подвигах советских солдат, о творчестве писателя на войне. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией, Японией и многими другими наградами. Я думаю, весь чувашский народ гордится таким человеком. Он был честным, трудолюбивым и прямолинейным человеком. Спустя 15 лет после победы Николай Степанович вышел в отставку в звании полковника. В 1967 году вернулся в Чувашию и возглавил союз писателей. Выпустил 7 монографий. Особо значимы среди них разделы, посвященные творчеству чувашских писателей периода Великой Отечественной войны. В Чебоксарах дружная семья Дедушкиных жила по улице Ленинградская, доме номер 28. Я считаю, он достоин того, чтобы последующее поколение помнило о нем. И хотелось бы на этом доме, чтобы мемориальная доска была поставлена в честь Николая Степановича Дедушкина. Литератор и критика. И я думаю, это сыграет большую положительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Более 10 лет Николай Степанович преподавал в ЧГУ имени Ульянова. Он был настоящим педагогом, доброжелательным и терпеливым, вспоминают в университете. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. Выразить свои мысли и эмоции можно не только с помощью слов, но и с помощью языка тела танца. Этот вид искусства с каждым годом привлекает все больше и больше людей, как во всем мире, так и в Чебоксарах. Шоу-балет «Авангард» собрал на сольный концерт полный зал. Мечтай! Именно так называлась сольная программа шоу-балета «Авангард». Вот уже 18 лет этот коллектив радует любителей танца новыми постановками и яркими костюмами. За долгую танцевальную жизнь у «Авангарда» накопилось немало интересных историй и моментов. Однажды у нас случилась такая ситуация. Один мальчик проспал, и он играл на телефоне, и он пропустил свой номер. Тогда его мама очень сильно поругала. Мечтать свойственно абсолютно каждому человеку, но одних размышлений недостаточно. Нужно стремиться воплотить все свои мечты в реальность, верить, и именно тогда все получится. Идеи черпаем буквально отовсюду. И какие-то по телевизору проекты, и какие-то концертные площадки, на которых мы сами работаем. И просто для детей, например, из мультиков, для взрослых, с каких-то более взрослых сюжетов, из фильмов, например. Более 200 танцоров, полный зал зрителей и шквал аплодисментов. В общем, сольный концерт шоу-балета прошел на ура. Юлия Важенина, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Пока это все новости. Более подробная картина дня вечером в 20.00. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин